Ольга Алексеевна Григорьева стала настоящей мамой этого исторического пространства. В начале 80-х сотрудница госполкома Надежда Леонтьева заметила увлечённую историей девушку, которая считала, что у 15-летнего города должен быть свой музей. Для тех времён это была идея довольно неожиданная. Ни один из молодых муниципалитетов округа музеев не имел. Тем не менее, Леонтьева эту инициативу поддержала. Можно сказать, что эту работу я придумала себе сама, потому что городу на тот момент было 15 лет. Я пришла в отдел культуры к Надежде Леонтьевне и спросила, а вообще кто-то занимается организацией музея? Освоение Западной Сибири, рождение города, традиции и культура народности Севера. Ценный материал для музея Ольга Григорьева собирала буквально по крупицам. На общественных началах привлекали людей тут и из жилов, не было помещения. И, собственно, музей начинался с двух папок. Это в одной были документы, которые, в общем-то, я работала в архивах, в Тюмень выезжала, там собирала материалы по истории города, а другая папка была с фотографиями. На первых порах вещи, технику, предметы быта приносили первопроходцы и старожилы. Сегодня в фондах хранится несколько десятков тысяч экспонатов, сотни фотографий и документов. Создание музея в городе Нефтьюганске, оно началось с одного человека, с одного единственного человека, с Ольги Алексеевны Григорьевой. Именно ей пришла эта идея создания музея в городе Нефтьюганске, и именно Ольга Алексеевна ее воплотила. Ведь не каждое муниципальное образование может похвастаться музеем, а у нас это целый музейный комплекс. Городским музеем Ольга Григорьева руководила 25 лет. За эти годы сложился профессиональный коллектив, а экспозиции и выставки стали неотъемливой частью знаковых городских событий. Профессиональный праздник специалисты музейного дела отмечали открытием новой выставки, принимали поздравления и благодарственные письма за важный и кропотливый труд. Поздравляю вас с 41-й годовщиной и с профессиональным праздником, международным днем музея. Конечно, ваш труд, это сложно оценить, он просто бесценен. Благодаря вам мы имеем возможность прикоснуться к истокам развития нашей страны и нашего любимого города. Любопытно, что по образованию Ольга Алексеевна вовсе не историк, а музыкальный работник. Окончив училище, она должна была отправиться по распределению на Дальний Восток. Но родители, нефтяники по специальности, посоветовали дочери обратить внимание на Тюменскую область. Она так и поступила. Я желаю вам особую благодарность, потому что благодаря таким людям действительно создаётся история города. Есть такое крылатое выражение, кто не помнит свои истории, то нет будущего. Но ведь ещё вопрос в том, как сохранить эту историю. Историю в Нефтьюганске бережно хранят, развивают музейное дело, внедряют новые технологии. Появились онлайн-экскурсии, интерактивные проекты. Посетители приобретают билеты по QR-кодам. В скором времени возможно увеличение площадей. Светлана Леонова, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск».